Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, последнем вебинаре нашей вебинарной недели нынешней. Как всегда, несколько слов перед тем, как передать слово сегодняшнему спикеру Марине Орешко. В самом начале чата вы можете увидеть две полезные ссылки. Первая из них ведет на главную страницу нашего сайта с расписанием наших вебинаров вплоть до июня 2018 года. Можете зарегистрироваться на любой вебинар из этого расписания заранее. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И я призываю вас подписаться на этот канал, потому что на нем публикуются все записи наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется, и он тоже будет опубликован на этом канале через некоторое время. Также хочу проанонсировать следующие два вебинара, которые у нас состоятся. Они будут уже на следующей неделе. Вот их ссылки на них в чат. 13 февраля во вторник будет вебинар Юрия Николаевича Белоножкина. Аватары в онлайн-педагогике. Подготовка учебных аватаров своими силами. Это продолжение вебинара, который уже состоялся некоторое время назад. Примерно неделю или две назад. Второй вебинар Дмитрия Кречмана. Электронное портфолио в системе дистанционного обучения. Это вебинар из трека Дмитрия, который посвящен продуктам компании Гиперметод. Ну что ж, у меня для вас сегодня пока все. Поэтому я прошу Марину выйти на связь и начать свой вебинар. Уважаемые коллеги, напишите в чате, слышно меня, видно? В чате слышно меня, видно? Надеюсь, что сегодня у нас со связью все будет хорошо. И вебинар пройдет... С отдачей. Спасибо большое. Значит, можно начинать. Мы сегодня будем разговаривать о мобильных устройствах в библиотеке. Я немного продолжу тему, которую я начинала на прошлом вебинаре, связанную с играми и викторинами. И сегодня мы поговорим о том, как можно использовать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, различные другие мобильные устройства в библиотеке, как читателям, так и самим библиотекарям. Наверное, уже ни для кого не секрет, что чаще всего мобильные устройства в библиотеке воспринимаются как что-то лишнее и мешающее проведению мероприятия. Очень обидно, если на мероприятии участники смотрят больше смартфоны, чем слушают спикеров, или если, например, вы проводите викторину на мероприятии в библиотеке, а ответы ищутся через Google, опять-таки через смартфон. Мы с этим сталкивались и решили, что, наверное, стоит каким-то образом эти мобильные устройства задействовать. И пытались придумать разные способы, как можно использовать мобильные устройства, смартфоны на мероприятиях в библиотеке. Но, наверное, самый простой и самый беспроигрышный вариант использования это проведение различных опросов, викторин, игр с помощью мобильников, если они есть у участников мероприятия. Чаще всего этот вариант, конечно, подходит для аудиторий молодежного состава, которые активно пользуются мобильными устройствами и у кого есть доступ к интернету. Если в библиотеке есть точка Wi-Fi, то это вообще отлично для проведения таких мероприятий. Но, как правило, у всех участников есть доступ к мобильному интернету, и таким образом можно попробовать что-то интересное представить в библиотеке. Есть большое количество различных онлайн-сервисов, которые позволяют такие игры проводить. Как онлайн, прямо в открытом эфире, так и предлагать игры, например, читателям блога или сайта библиотеки, которые на мероприятие прийти не могут, но сами бы с удовольствием во что-нибудь сыграли. Вот самый известный, наверное, из них – Kahoot. Один из первых появился. Этот сервис позволяет проводить различные викторины с использованием смартфонов и планшетов. Этот мобильный опрос конструируется на сайте. Несколько вариантов есть, как вы видите. Можно создать викторину, можно игру, где необходимо расставить какие-то элементы по порядку. Можно создать обсуждение небольшое, а можно опрос поинтересоваться мнением участников. Сервис предназначен для работы онлайн, прямо здесь и сейчас, на мероприятии. Как это все работает. Сначала мы создаем опрос на компьютере. Вот таким образом выглядит конструктор для создания опроса. Как видите, тут ничего сложного нет. Мы задаем вопрос, определяем лимит времени, который дается на обдумывание этого вопроса. Award Point, рядом зеленая кнопка, означает то, что за правильный ответ присуждается определенное количество очков. Мы вводим варианты ответа и галочкой отмечаем, кто из них верный. К этому же опросу можно добавить фото и видео. И таким образом разнообразить. Я вам сейчас небольшую ссылку отправлю в чат. Вы можете попробовать запустить прямо этот опрос, если у вас скорость интернета позволит. Вы можете нажать Play и этот опрос запустить. Но единственное, как он работает. После того, как вы сконструировали этот опрос и решили его запустить, система сгенерирует код для доступа в виртуальную комнату, чтобы с этим опросом играть. Участники со своих смартфонов по ссылке заходят в виртуальную комнату. И после того, как все участники собрались, можно начинать игру. Таким образом. Вы можете в одной вкладке браузера открыть саму игру и ее запустить, а в другой вкладке браузера поиграть за игрока. Или сделать это на смартфоне, если у вас под рукой есть. Вот по этой ссылке можно сделать. Это наша такая пробная игра. Вот если у кого-то сейчас не откроется ссылка, я вам покажу на экране, как это будет выглядеть. Вы на большой экран выводите вопрос. Вот он по центру у нас. Рабочее место кота ученого. И четыре варианта ответа под ним. У участников на смартфонах будут варианты ответа в виде цветных вот таких квадратиков. Им нужно выбрать правильный вариант ответа, нажать на него. В результате на экране появляется рейтинг. Кто ответил первый, кто ответил правильно. Вот таким образом это будет выглядеть. И тут же, после такого промежуточного подведения итогов, можно переходить к следующему опросу. Ведет и запускает игру ведущий, библиотекарь, а участники отвечают или голосуют с помощью мобильных устройств. На одну такую игру лимит участников 30 человек. Ну, это достаточно для небольшого мероприятия, я думаю. Сервис достаточно интересный. Здесь большое количество различных векторин. Вы можете создавать свои, это бесплатно, либо использовать те, которые уже есть на сайте. Здесь большое количество векторин на русском языке. Можно использовать уже готовую. И запускать ее, даже если вы не зарегистрированы на сервисе. Чтобы создавать свои, конечно, работы, то уже нужна регистрация. И тогда возможности тут очень большие. Участникам нигде дополнительно регистрироваться не надо. Они просто заходят по ссылке в виртуальную комнату и работают уже с опросом. Сервис очень интересный. Получил большое количество положительных отзывов. И используется чаще всего, наверное, на мероприятиях. Но если у нас есть необходимость не только на мероприятиях опрос запустить, а еще предложить, допустим, на сайте или в блоге для читателей, то можно использовать сервис Гвизолайз. Я вам сейчас ссылку сразу отправлю в чат. Это тоже сервис для создания онлайн игр, викторин с помощью мобильных устройств. Но посмотреть можно и сейчас. Вот по этой ссылке, если вы перейдете, то для просмотра викторины можно нажать кнопку «Превью». Просмотр. Предпросмотр. Здесь чем отличается от предыдущего сервиса. Во-первых, каждый участник решает, когда начать этот тест. Даже если вы его запустили в зале на мероприятии, то каждый из участников отвечает тогда, когда захочет. Если участников очень много, то сервис Гвизолайз разбивает всех участников на две команды. И вы можете устроить командное соревнование. Кстати, у Куахута совсем недавно тоже появилась такая функция – командные игры. Это актуально, если, например, не у всех есть смартфоны, но поиграть хотят все. И поэтому можно разделить на команды, чтобы у каждой было хотя бы по одному телефону. Гвизолайз тоже бесплатный сервис. Он позволяет создавать бесплатно собственные викторины и пользоваться коллекциями других участников. Перед вами конструктор для создания викторин. Тут уже все несложно. Загружаем, записываем вопрос. К нему даем правильные и неверные ответы. Кроме того, здесь можно еще дописать объяснение и комментарии, если посчитаете нужным. Определить количество времени на обдумывание вопросов. И еще здесь есть такой математический режим. Это, например, если вы проводите какие-нибудь викторины, связанные с физикой и математикой. Для обозначения различных значков и терминов. Математических и физических. После того, как вы создали викторину, вы ее по ссылке предлагаете участникам. А они с мобильных устройств начинают в нее играть. Можно вот таким образом зайти в викторину. Я вам дала ссылку на предпросмотр. А можно сделать вот так, как у меня сейчас на слайде написано. Зайти на сайт этой игры. Вести код игры. Ну вот игра, которую я вам дала ссылка. Она зашифрована под кодом AKG755. Вот это нужно ввести. Потом нажать на кнопку Join My Class. Присоединиться к игре. Внести свое имя в список участников. Нажать Create. И потом Start. После этого у вас игра запустится уже на смартфоне. Вот эту операцию можно сделать прямо сейчас на компьютере. Она откроется тоже. На смартфоне будет еще интереснее. Вот таким образом можно и так, и так посмотреть эту игру. Если вам интересно. Сервис тоже интересный, необычный, работает хорошо, функционально. Здесь большая коллекция различных викторин собрана. Я думаю, в работе пригодится. Еще один интересный сервис. Он такой рассчитанный больше, наверное, для детей. Такой немножко мультяшный. Но все равно это и привлекает, наверное. Вот небольшая вам ссылка на игру. Квизис. Раньше был на английском языке. С 2016 года он уже переведен на русский. Поэтому пользоваться им еще проще стало. Перед вами конструкторы такой викторины. Как видите, вы выбираете картинку. Добавляете вопрос и варианты ответов к нему. Отвечаете, кто из них правильный. Ну, собственно говоря, по этому стандарту работают почти все конструкторы. Выбираете время на ответ. И вот таким образом создаете викторину. После того, как вы ее создали, вы можете ее предложить участникам. Участники могут отвечать как в режиме онлайн. Прямо на игре, на мероприятии в библиотеке. А можно опять-таки предложить ее там для домашнего использования. Например, на сайте или в блоге. Можно пройти по ссылке, которую я вам дала. А можно опять-таки попробовать через смартфон. Вот ссылку я вам второй дам. Да, сервис работает на компьютере. Вот те ссылки, которые я вам даю, они все должны сейчас на компьютере открыться, я думаю. Вот первую ссылку я вам дала, это ссылка на присоединение к игре. Там от вас код попросят ввести. А вот подлиннее ссылка, которую я дала, это можно по ссылке посмотреть саму игру. Предварительно просмотра. Все точно так же. Вы, участники, вернее, вы выводите на экран вопросы. Участники через код игры заходят в эту игру, называют свое имя. Опять звук пошел, да? Проблемы со звуком. Сейчас попробую все свои вкладки закрыть. Сейчас попробуем тогда перезагрузить, если совсем все плохо. Продолжение следует... 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 Такими небольшими перепешками. Мы остановились на сервисе Гвизис. Я рассказывала о том, как его можно запустить и как с ним можно работать. Конструируйте на... Еще раз напоминаю, конструируйте на своем компьютере саму викторину, запускаете ее на большом экране и предлагаете участникам через код и ссылку к ним присоединяться. А они со смартфонов уже работают с вопросами викторины. Сервис немножко посерьезнее, сократив. Это тоже сервис для создания опросов и викторин. Участники тоже могут отвечать на вопросы со своих ноутбуков, планшетов, смартфонов. Переходят на сайт, вводят свои имена, номер виртуальной комнаты и после этого получают доступ к тесту. Можно работать в своем режиме, отвечая на вопросы, как посчитают нужным. Чем отличается сократив от предыдущих сервисов? Если те предлагали вариант выбрать один из нескольких, то сократив предлагают несколько вариантов создания вопросов. Можно вот так же, как и у предыдущих вариантов, выбирать вопрос с выбором правильного ответа. Можно создать опрос «Правда или ложь?» «Да нет». Или можно создать опрос, где на вопрос надо отвечать коротким ответом, вписывая его в окошечко. Три варианта вопросов. Принцип создания точно такой же. Вопросы, варианты ответов, правильно, неправильный. Отмечаем, если у нас выбор из нескольких. Можно добавить небольшое объяснение. И вот таким образом сконструировать опрос, потом его предложить. Сейчас пример я тоже вам отправлю. Для этого примера вам придется ввести код игры. Сразу не запустится, но код я вам сейчас покажу на слайде. Вот эта ссылка. Вы переходите по этой ссылке. У вас открывается аккаунт, в котором можно играть. В этот аккаунт вам нужно вписать код. Вот у нас «МП». Сейчас я попробую его в чат положить, чтобы вы могли быстренько его скопировать, а не набирать вручную. Вот это код игры. Вы его вводите. И после этого как-то представляетесь, и можете попробовать присоединиться к игре. Игра по книге «Алиса в стране чудес». Таким вот образом можно работать и с этим опросом. С этой викторией. С помощью сервиса можно не только индивидуально отвечать со смартфонов, но и устраивать соревнования между командами. Или проводить голосование. Такие варианты тоже есть. Одновременно с этим опросом можно работать до 50 человек. И все результаты игры можно осматривать тут же в реальном времени и показывать на большом экране. Сервис создан для того, чтобы работать реально. Здесь и сейчас. Онлайн. И, наконец, еще один сервис. Тревентин. С ним немножко сложнее будет, потому что для просмотра игры нужно быть в нем зарегистрированным. Если у вас есть аккаунты Google и Facebook, то вы можете прямо сейчас попробовать зарегистрироваться, и тогда игра откроется. Это я вам опять ссылку даю на предпросмотр игры, которую создавала по произведению Николая Васильевича Гуколя. Интересность сервиса в том, что он позволяет создавать опросы коллективно. Вы можете пригласить соавторов. Например, создавать опрос совместно с читателем библиотеки. Каждый может по одному вопросу предложить, и в итоге такой коллективный опрос получится, который потом вы можете использовать на мероприятиях. Он на русском языке, как вы видите. Тут все несложно. Вводим вопрос, варианты ответов. Можно давать подсказки, пояснения, добавлять картинки и фотографии. И затем уже после того, как мы все сконструировали, даем ссылку на этот опрос для участников. И они по этой ссылке заходят в виртуальную комнату. Вот таким образом выглядит запуск этой игры. Есть кнопка «Просмотр». Если вы сейчас по моей ссылке зайдете и зарегистрируетесь, то можно нажать на кнопку «Просмотр» и сразу векторину всю просмотреть. Если вы нажмете кнопку «Запустить», то у вас векторина уже откроется в формате для мобильных устройств. Тогда вам нужно будет через код игры, который вам сгенерирует через ссылку. Вот она выделена у меня на слайде. Заходить со смартфона и уже таким образом смотреть игру. Сервис очень интересный. Работать удобно, быстро. И очень большое количество здесь уже созданных векторий на русском языке, которые можно использовать. Кстати, не только использовать, но даже редактировать. Их можно сохранить в свой аккаунт и какие-то вопросы добавить к тем, что есть. Убирать нельзя, а вот добавлять можно какие-то свои. Но опять-таки, если создатель этой векторины дал возможность добавлять свои вопросы. К сожалению, вот со звуком не получается убирать. Там, если где-то в правом нижнем углу есть значок такого микрофона или рупора, то его можно убрать. А вот в некоторых играх, вот в тривенте и в кахоте звук, к сожалению, не убирается. Вот это единственные у них недостатки такие. Но считается, что это привлекает внимание аудитории, развлекает их, пока идет сбор участников. А так, да, к сожалению, в режиме вебинара не всегда удобно просматривать. Конечно, можно не только игры создавать, можно проводить опросы. Вот, например, один из самых известных сервисов для создания опросов, голосований. Он отлично вам подойдет, если вы проводите какие-нибудь конференции, большие мероприятия. И чтобы у вас аудитория не заскучала и каким-то образом участвовала в обсуждении, вы можете предложить время от времени какие-то опросы, голосования, интересоваться мнением аудитории. Для этого хорошо подходит сервис Mentimeter. Сейчас я вам ссылку дам на опрос. И вы можете прямо здесь и сейчас попробовать проголосовать. Этот опрос я открыла на сегодняшний день. Можно весь день ходить и голосовать. Вот ссылка на опрос и сразу ссылка на результаты. Вы можете сразу увидеть, что после того, как вы проголосуете, допустим, по первой ссылке, пройдете во второй, и там увидите уже результаты голосования, ваш ответ тут же засчитается. Это в режиме реального времени. Вы выводите опрос, вы выводите результаты опроса на экран, как у меня сейчас на слайде, а предлагаете участникам ссылку для голосования. Они со смартфонов заходят, голосуют, и у вас тут же на экране столбиками диаграммы, или если это столбиковая, если круговой выберете, то в виде таких секторов, будут отображаться результаты этого голосования. Я создала один вопрос, вы можете на него сейчас ответить и тут же посмотреть, как результаты распределились. Сервис интересный, удобный, очень быстрый, главное. Всегда можно использовать на мероприятиях. Единственное, что, поскольку аккаунт бесплатный, есть небольшие ограничения. Во-первых, здесь можно создать опрос только из двух вопросов или создавать несколько опросов и очередные запускательные мероприятия. Опросы можно предлагать как в режиме реального времени, так и назначить период времени, когда на них можно отвечать, а потом уже смотреть результаты. Например, это актуально для сайтов и блогов, где можно ссылки на опросы размещать. Кроме выбора одного варианта из нескольких, как у меня сейчас, можно придумать еще открытый вопрос, вписывать ответы в окошечко. Можно оценивать по шкале, например, от 1 до 5 какой-то параметр. Можно ранжировать ответы в процентах, например, оценить что-либо в количестве процентов, как вы это оцениваете. Есть совсем сложный вариант, в котором даже я не очень разобралась. В общем, это надо выводить ответ в виде точек на координатной плоскости. Х, Y, что тоже такое математическое. Называется эта матрица. Но что-то оценивать по двум критериям можно таким образом. То есть вариантов тут большое количество. Можно создавать совершенно спокойно, все, что вам понравится. Просто здесь работать, потому что есть готовые макеты. Какой бы опрос вы не выбрали, уже есть готовый макет. Вы просто добавляете туда свое содержание, варианты ответов и как будут выводиться результаты, в каком виде вы их хотите представить. Кроме опросов, здесь можно проводить и викторины. Правда, викторины такие не очень большие, не более пяти вопросов можно в бесплатном аккаунте задать. К вопросу можно добавить фотографию и опрос будет в виде «Выберите правильный ответ из нескольких». Ну вот у меня на экране этот конструктор как раз. Так он выглядит. Хотя сервис и на английском языке, но он достаточно простой, не требуется специальных материалов, хотя и обучающие прикрепила к этой презентации. Но даже самостоятельно в нем довольно просто разобраться. Наверное, самый известный, самый интересный всех опросов на сегодняшний день. Как еще можно использовать смартфоны библиотеки, кроме как игры, викторины, голосования? Интересные возможности открываются с так называемыми QR-кодами. Одно время был настоящий бум в библиотеках, где-то это был 13-14 года, когда очень активно использовали QR-коды библиотечные сотрудники. И на улице у города в библиотеках можно было очень много этих квадратиков увидеть. Что же это такое? QR-код, дословно «Быстрый отклик», разработали еще в 1994 году. Спасибо за комментарии. Если вы что-то используете, то пишите, пожалуйста. Кто-то уже может даже своим опытом поделиться. Для тех, кто впервые об этом слышит, я несколько слов расскажу о том, что такое QR-коды и для чего их используют. В 1994 году их впервые начали применять. В этом квадратике зашифрован какой-то объем информации. Это может быть... Это QR-код представляется в виде такой квадратной графической картинки, которую можно считать с помощью мобильного устройства. Единственное, что у мобильника должно быть установлено приложение для считывания таких QR-кодов. Как правило, в QR-код зашифровывают какую-то большую информацию. Например, туда можно зашифровать ссылку на сайт вашей библиотеки или на блог, или на группу. На какой-то сайт со справочной дополнительной информацией. Можно просто небольшой текст зашифровать. Можно телефон. Как правило, в библиотеках используются достаточно часто и много их можно увидеть. Ну, вот я несколько вариантов выбрала. Можно как указатель или со справочной информацией. Вот такой своеобразный квест по библиотеке можно устроить. Не называть отделы, а вот предложить справочную информацию в виде QR-кодов, чтобы участники так считывали. Для молодежной библиотеки может быть вариант. Можно и часто это делается. Давать ссылки на скачивание электронных книг. Сейчас, наверное, в больших библиотеках очень часто это можно увидеть. И не только, кстати, в библиотеках. В аэропорту Пуково такие QR-коды встречала. Это тоже здорово. Если на книге нет авторских прав, они никак не ограничены, то можно QR-коды развешивать по библиотеке, чтобы читатели ходили и скачивали книги на читалке. Как часть библиотечной выставки это тоже работает. Например, у вас выставка, посвященная, ну, даже не важно чему, какая-то интересная выставка, но к ней вы, конечно, не можете прикрепить видеоролик или аудиоозвучку какую-то. А вот в виде QR-кода это сделать можно. Например, в QR-код зашевровать ролик с Ютуба. И читатели, посмотрев на выставку, познакомившись с книгами, могут еще и ролик тут же себе открыть на смартфоне и посмотреть еще дополнительно что-то. Реклама очень часто. Ссылки на сайты, блоги, то, что я уже говорила, вот на группу библиотек тоже здорово работает. Ну и, наконец, самое, наверное, интересное, сладенькое оставила напоследок. Это игры и квесты с помощью QR-кодов. Очень часто сейчас используется. Самый известный, самый первый, наверное, ну или один из первых, проводили еще на портале Вики Сибириада. Было это в 2013 году. Если вам интересно, я вам там ссылочку на этот QR-код. Там вы можете посмотреть технологию, как его делали, как его создавали, как в него играли с отзывами участников. На портале Вики Сибириада там подробный рассказ об этом есть. Называлась эта игра «Детективное расследование о кладе Стеньки Разина». Предполагалось, что где-то в Волгограде клад находится, принадлежащий Стеньки Разину. Участникам нужно было его найти. Как они работали? Нужно было присоединиться к одной из команд, их было несколько. Затем нужно было с помощью QR-кода заслужить по созданию трех свидетелей, которые рассказывали о том, где находится этот клад. А затем уже по Google К партии участники в реальном времени ходили по улицам Волгограда к нужному объекту, зашифрованному, опять-таки, в QR-коде. Искали этот объект и по ходу свой маршрут описывали через Twitter, чтобы не потерялось специальный хэштег, придумали для этого. Далее они подходили к этому месту, там получали новый QR-код, расшифровали его, получали либо новое задание, либо им сообщалось, что вы в неправильном направлении идете, получали новые свидетельские показания, еще трех свидетелей заслушивали. Они давали какие-то новые ориентиры и команда двигалась дальше. Вот такая своеобразная игра по станциям получилась. В итоге, кто быстрее дошел до нужного места и нашел этот код, тот получил главный приз игры. Вот таким образом можно в пространстве городском устроить QR-код, игру по QR-кодам. Вот еще вариант, это уже библиотека Армавира. Исторический квест проводила тоже с помощью QR-кодов. Вообще, если в поисковике попробовать найти игры в библиотеке с помощью QR-кода, то вы найдете большое количество ссылок, материалов. Очень много и очень часто их использовали. Сейчас уже не так часто, возможно, но вот в 15-16 годах очень много игр проводилось. Можно какие-то материалы попробовать применить у себя на практике. А вообще, вот такие квесты можно не только по местности проводить, но если у вас большая библиотека, можно и в библиотеке размещать QR-коды на стеллажах, на витринах, прятать в книгах. И вот такой квест по библиотечному отделу тоже можно проводить. Это всегда вызывает интерес, чаще всего как раз у детской и у аудитории, у молодежной. Ну и еще несколько технических подробностей. Как же с QR-кодами работать? Ну, во-первых, вам его нужно создать. Выбрать, какую информацию вы зашифруете, найти ссылки, если вы какие-то ссылки будете шифровать, и затем выбрать один из сервисов, которые позволяют генерировать такие коды. Ну, самые простые, вот перед вами на экране я нашла пять ссылок, они все рабочие, по ним можно работать. Они создают совершенно разные QR-коды. Есть обычные черные, как мы привыкли видеть, есть цветные, есть так называемые динамические QR-коды. Они позволяют информацию редактировать. То есть, например, у вас какая-то информация уже изменилась, что-то устарелось, что-то добавилось новое, вы можете к QR-коду всегда вернуться и отредактировать его заново. Вот такой динамический будет код. Можно на основе картинки какие-то QR-коды, фон менять у него. возможностей сейчас достаточно много. Скажите, у всех звук пропадает? Мне опять попробовать перезагружаться или ничего? Дальше продолжим. Ничего. Хорошо, тогда продолжим дальше. Как же считывают QR-коды? Надо на мобильный телефон закачать приложение. Сейчас эти приложения есть и для айфонов, айпадов. Есть и приложение для андроид устройств. На любое устройство это бесплатное приложение. Вы скачиваете считыватель QR-кодов. Участникам игры, которые работают по квесту, например, вам нужен хотя бы один смартфон, чтобы он считывал коды. И таким образом участники будут охотиться за сокровищами или какие-то другие игры, в каких-то других играх участвовать и считывать QR-коды, выполнять задания, получать какие-то подсказки. Тут фантазии неограничено, а это здорово. Это элемент графикации, здорово. Украшать мероприятия. Сейчас новый тренд в деятельности библиотек. Сейчас очень много начинают очень часто использовать новый сервис, который вышел совсем недавно. Называется он Easy Travel. пропадает звук плохой. Перезагружаемся. Еще раз. Давайте попробуем перезагрузиться. parks « quasi « грб». Хорошо. Пока. Редактор субтитров « très-orgue», если у вас « изд&» benchmark не Esto re п pointing flux обрат Está ...переедышками. Будем двигаться дальше. Надеюсь, меня теперь слышно получше. Ага, отлично. Остановились мы на сервисе Easy Travel. Совсем недавно появился и стал активно использоваться. Я думаю, если в больших музеях вы были, допустим, в Москве, в Санкт-Петербурге, обращали внимание, что сейчас очень часто к экспонатам музея прикрепляются значки Easy Travel, аудиогиды. Что это такое? Это сервис для создания аудиогидов, озвученных аудиоэкскурсий по музею, по экспонатам этого музея. Можно устроить такую экскурсию, например, и по библиотеке, и по городу, например. Они позволяют создавать очень интересные интерактивные туры. Единственное, что нужно, чтобы передвигаться по этому маршруту, это опять-таки скачать мобильное приложение к себе на мобильный телефон. А сам сервис работает в технологии GPS. Он ваше местоположение определяет и автоматически, определяя, где вы находитесь, запускает нужный аудиофрагмент. Например, вы двигаетесь по городу, и у вас аудиогид в вашем кармане воспроизводит, когда вы подходите к нужной достопримечательности, информацию об этой достопримечательности. Так очень удобно, например, знакомиться с новым городом, когда у вас нет под рукой собеседника, который... Да, конечно, презентацию оставлю для скачивания. Если под рукой нету карты или собеседника, который все расскажет, можно с помощью Easy Travel путешествия. Он работает и на компьютере немного, и на смартфоне. На смартфоне функций больше, но на компьютере нужно сами гиды создавать. На смартфоне это сделать не получится. Я вам сейчас дам ссылку, вот, например, это аудиоэкскурсия наша, мурманская, ну, не конкретно нашей библиотеки, а вообще мурманская экскурсия, например, по томоходу Ленин, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Здесь, как вы видите, создан такой аудиомузей, то есть какие-то экспонаты выбраны, и к ним прикреплена озвучка. Вы можете на компьютере сейчас это просмотреть и запустить звук. Другой вариант, сейчас еще одну ссылку пришлю, это уже вариант аудиогида по городу. Это путешествие с Клинской барышней начала 20 века по городу Клин, но не по современному, а по начало прошлого века. Очень интересный вариант тоже. Есть целые наборы аудиогидов, большие музеи сейчас этим занимаются. Вот, например, музей Трестяковская галерея предлагает сразу несколько аудиогидов, аудиоэкскурсии и по своим выставкам, и по городу. Там можно очень много интересного увидеть. Ну и, наконец, если мы в Изи Тревел наберем в поисковике библиотека, то он нам выдаст более 60 туров, созданные библиотекарями и библиотеками. Вот, например, так. Библиотеки создают тоже туры по городу и туры по своим выставкам, по своим музеям, экспозициям. Вот, например, да, нужно скачать приложение Изи Тревел, чтобы, например, это было интересней. И вы двигаетесь по выставке, допустим, по той же... Вот, выставка, например, библиотеки имени Некрасова, сейчас я вам ссылку дам. Можно просмотреть ее и на компьютере, но на смартфоне просто это будет выглядеть интереснее. Там уже, как только вы будете подходить к нужному фрагменту выставки, аудиогид у вас запустится. Большой плюс Изи Тревел, что вы можете скачать эту аудиоэкскурсию себе на мобильное устройство, и даже если у вас нет доступа к интернету, оно у вас работать все равно будет. Приложение загрузить можно прямо здесь на сайте. Он в любом случае вам предложит эту кнопку, и вы можете на своем смартфоне установить. Работает на всем, и на Android, и на iOS. Вот таким образом это выглядит. Аудиогиды создавать проще всего. Мы, когда пробовали этот сервис использовать, мы еще не до конца его освоили, поэтому похвастаться мне особо нечем, но тем не менее. Если вы только начинаете работать, то я бы посоветовала начать создание аудиогида. Или по библиотеке, или по городу. Его сделать проще. Вот так выглядит конструктор аудиогида. Здесь, как вы видите, все на русском языке. Кроме того, у Изи Тревел есть большая справочная система. Вы можете всегда задать вопрос, либо поискать в базе справки, как и что делать. Задаете название вашего аудиогида, даете ему небольшое описание. Дальше, внутри этого аудиогида вы задаете какие-то объекты. Можете каждому объекту добавить фотографию. И обязательно, поскольку это аудиогид, нужна озвучка. Какая-то история, связанная с этим местом, с экспонатом, с достопримечательностью. Вы можете загрузить уже готовый файл, который вы заранее записали. Либо можете заказать профессиональную озвучку, либо синтезатором речи воспользоваться. Ну, как правило, все закачивают уже готовый файл с компьютером. Для интереса можно к аудиогиду еще векторину небольшую добавить. Вот внизу вариант такой векторины с выбором правильного ответа. И таким образом, передвигаясь от экспоната к экспонату, вы можете создавать аудиотур. Его можно прикрепить на карте, связать с картой города, если вы, например, по городу путешествуете с планом библиотеки. Возможности достаточно широкие. Но вот аудиотур сделать проще. Второй этап – это уже создание квеста. У нас, к сожалению, с квестом пока все сложно. Я вам покажу квест, например, других библиотек. Вот, например, квест «Байки Старого Арбата». Ну, это только ссылка, к сожалению. Потому что просмотреть квест, если аудиотур еще можно на компьютере увидеть, то квест, к сожалению, вам не откроется на компьютере. Это только для мобильных устройств. Первый квест называется «Байки Старого Арбата» по Москве. И второй квест тоже по Москве связан с вулгаковскими местами. По книге «Мастер и Маргарита». Вы можете эти две ссылочки себе сохранить. И потом как-нибудь уже на планшете или на телефоне попробовать с ними поработать. А вот у меня на слайде, как изнутри выглядит квест для того, кто его создает. Это вот фрагмент рабочего материала квеста, который мы создавали по городу Мурманску по произведениям писателя «Чью имя носит наша библиотека». Как видите, на карте города выбираются места. Они называются контрольными точками или сегментами. Сегмент, в центре контрольная точка. У каждой такой точки есть так называемая триггер-зона. Она вот с серыми, а есть возможность отдельным. Не поняла вопрос пока. Презентацию эту можно скачать после мероприятия. И можно даже сейчас во время мероприятия это сделать. И уже слайды поближе вы рассмотрите. Они там в хорошем разрешении. Можно все картинки увидеть покрупнее, если об этом был вопрос. Внутри, снаружи контрольной точки есть триггер-зоны. Они вот серым цветом у нас на карте обозначены. Кружочки или такие путинты, закрашенные серым. Эти триггер-зоны нужны для как раз GPS-навигатора, связанного с Easy Travel. Как только вы входите в триггер-зону, у вас срабатывает Easy Travel. И начинает вам рассказывать какую-то информацию, связанную с этой контрольной точкой. Триггер-зона, как правило, несколько метров вокруг этой самой точки. Вокруг этой достопримечательности. Это вручную все выбирается. Как это все работает? Участники, которые участвуют в квесте, получают первую контрольную точку. Все остальные точки от них скрыты. Они движутся к первой точке. Как только входит в триггер-зону, включается аудио-навигатор и рассказывает им необходимую информацию. Они доходят до контрольной точки и получают на мобильное устройство вопрос с викторин. Поскольку у нас это квест, то в основе квеста каждой контрольной точки привязан вопрос с выбором правильного ответа. Отвечать можно до тех пор, пока не ответишь верно. Потому что после того, как ты уже верно отвечаешь, ты получаешь новую контрольную точку. Она у вас открывается на смартфоне и вы можете двигаться дальше к новой триггер-зоне. Вот таким образом от точки к точке участники двигаются с мобильными устройствами, получают новые и новые вопросы. Отвечают правильно, получают новую контрольную точку и двигаются дальше. За ответы им начисляются баллы. После того, как квест будет пройден, на смартфоне отобразится общее количество баллов. Сколько вы за этот квест набрали. Вот немножко может быть сложновато так на слух воспринимается. Но вообще для тех, кто проводил квесты, все в большом восторге остались от всего этого. Единственное, что квест такой требует большой подготовки. Мало того, что это нужно чисто технически все продумать и красиво организовать на карте. Вам потом еще самостоятельно придется весь этот квест маршрут пройти со своим смартфоном и проверить, чтобы все триггер-зоны срабатывали. Чтобы все озвучки включались тогда, когда нужно. Ну и чтобы участники не потерялись по ходу вашего маршрута. На смартфонах участников будут результаты, они их могут сохранять и показать организаторам, что они прошли. Кроме того, организаторы могут, там два варианта. Либо вы самостоятельно участников выпускаете на маршрут. Либо вы можете вместе с ними путешествовать от точки к точке и фиксировать, как они работают по ходу. У вас, как у создателей маршрута, будет в личном кабинете видно, сколько количество человек прошло квест. И вы результаты увидите, прошли ваши участники или нет. Вот такие варианты. Я пока только чисто теоретически вам рассказываю, потому что сами мы пока его еще не провели. Мы работаем над ним, но подготовить квест достаточно так сложно. По крайней мере для тех, кто это делает впервые. Но есть большое количество обучающих материалов. Я обучалку прикрепила к этой презентации. Если у вас возникнет желание себя попробовать, то это здорово. Я надеюсь, обучалки помогут в создании. А посмотреть, как сделали другие, можно приложение устанавливать на смартфон. И можно проверить даже, если вы не на месте, то пролистать хотя бы квест, посмотреть, как он выглядит. Это мы говорили о том, если смартфоны есть у участников библиотеки. Вообще смартфоны, конечно, могут быть и не только у участников, и у библиотекарей может быть свой смартфон. И в этом случае еще больше возможностей открывается. Можно в прямом смысле слова стать мобильным. То есть здесь и сейчас работать вместе со своими читателями. Как правило, это все используется для работы в социальных сетях, когда нужен очень быстрый отклик. То есть большое количество участников в группах в Facebook, в ВКонтакте, в Инноклассниках, где создаются группы библиотек, они требуют постоянного включения библиотекара. И если под рукой есть смартфон, то это убыстряет процесс и ускоряет общение с читателем. Опять звук начал пропадать, правильно я поняла? Или еще пока нормально? Хорошо, тогда еще ждем. Если совсем уж будет плохо, тогда попробую третий раз перезагрузиться. Как я уже сказала, как правило, вот социальные сети. Прежде всего, приложения, я думаю, наверняка у многих из вас установлены на мобильных устройствах, а вы мне пользуетесь. В том числе и можно продвигать библиотеку в социальных сетях, опять используя смартфоны, не только компьютеры. Вот, наверное, четыре самых распространенных варианта, как в социальных сетях можно использовать. Смартфоны ВКонтакте, группы в Фейсбуке. Можно продвигать библиотеку через Твиттер и через Инстаграм. Вот о последних двух более подробно расскажу. О продвижении библиотеки в Твиттере написана уже целая книга. Авторы Андрея Федоров и Инна Юрик. Как продвигать библиотеку в Твиттер. Ее можно найти и в библиотеках, и скачать. И купить, наверное, я думаю. Вы должны там описывать. Ну, очень технологии работают. Будет следовательно такая сложность. Сейчас в библиотеках очень много Твиттер-каналов, где они сообщения пустят. Как они со valuable, как они со всеми и селом. Как они со слабых других? Какие очень многое. Как они заставляют в Твиттер-каналов, Вот. Продолжаем наш рассказ. Отлично, заработало. Здорово, еще 15 минут, и мы закончим наш вебинар. Как раз осталось. О Твиттере. Твиттер очень давно уже используется в библиотечной практике. Он уже может быть не столь популярен, но все равно продолжает читаться, использоваться. Здесь можно размещать информацию о ваших книжных выставках, конкурсах, акциях в библиотеке. Единственное ограничение, количество символов небольшое. Большие какие-то текстовые фрагменты не получится, но просто реклама в библиотеке, ссылки на ваши посты в интернете. Это все очень здорово, это можно публиковать. Особенно, чтобы это все не затерялось, придумывать хэштеги, такие решеточки, которые позволяют быстро находить посты по нужной тематике. Аккаунт в библиотеке можно использовать очень много, не только как реклама, это может быть и новостной канал, рассказывать, что, когда в библиотеке проходит, как афиши мероприятий. Можно рекомендовать какие-то интересные книги, даже в небольшом таком формате. Давать ссылки на интересные ресурсы, не только свои, но и на ресурсы других библиотек. Например, на те же опросы, викторины, какие-то квесты в том числе. Сообщать о памятных датах тоже хороший вариант. В общем, я назвала только несколько вариантов, вы наверняка придумываете еще что-то интересненькое. Еще один интересный вариант – это работа с Инстаграмом. Сейчас в библиотеке массово заводят аккаунт, появился и у нашей центральной городской библиотеки такой аккаунт в Инстаграме. В основном здесь, конечно, размещают фотографии. Инстаграм – мобильное приложение, которое позволяет фотографировать на смартфон, тут же делиться фотографиями, применять к ним разные фильтры, публиковать это, сопровождая хэштегами и описаниями, искать фотографии, комментировать, подписываться на каких-то интересных участников, чтобы получать новости. Как и Твиттер, кстати, тоже позволяет сделать подписки. Большое количество. Я смотрела Инстаграм. В основном в библиотеке фотографии с мероприятий публикуют, фотографии с выставок, каких-то интересных экспозиций. Вот несколько вариантов еще из опыта зарубежных библиотек я попробовала найти, мне показалось это интересно. Ну вот такой интересный конкурс. Наверняка, может быть, проводили у вас в библиотеках. Фотографии читателей вместе с обложкой книги, когда сам читатель становится продолжением обложки. Вот на верхней картинке слева пример такой фотографии. Наверняка конкурсы такие проводятся. Почему бы в Инстаграме не публиковать конкурсы, вот как раз фотографии с такого, например, конкурса, ну или какие-то другие подобные варианты. Если у вас библиотека-музей или у вас какие-то редкие, необычные издания, то можно, например, публиковать фотографии этих редких изданий таким образом. Библиотека Нью-Йорка, например, расписала все по дням недели. В понедельник они, например, публикуют фотографии с интересными запросами читателей. И остальные читатели помогают отвечать на эти запросы. По вторникам они публикуют цитаты, высказывания известных людей. По средам они публикуют, допустим, какие-то интересные обложки книг из своих фондов. Вот таким образом можно расписать работу с социальными сетями. А еще можно придумать корпоративного героя. Вот на нижней фотографии эта библиотека Мельбурна придумала такого небольшого молодого человека, игрушечного в очках, который появляется на многих фотографиях. И он, во-первых, стал символом библиотеки, а с другой стороны позволяет библиотеке приобрести такое человеческое лицо. Дает какие-то интересные комментарии, представляет библиотеку, проводит экскурсии по библиотеке с помощью фотографий. Вот таким образом тоже можно позиционировать себя в сети. Еще одно интересное предложение – Перископ. Совсем недавно тоже появилось в 2015 году. Запустили в марте, уже в июле там более 10 миллионов подписчиков у этого приложения появилось. Тоже интересный способ. Здесь уже не фотографии, здесь уже онлайн-видеотрансляции. Можно проводить онлайн-трансляции с любой точки мира. Все, кто захотят, могут к этой трансляции присоединиться, задавать вопросы ведущего, а ведущий может в прямом эфире на них отвечать. Сервис бесплатный. Единственное, что вам необходимо на смартфон установить приложение Перископ, его настроить, и тогда уже можно такие трансляции проводить. Как это можно использовать в библиотеках? Ну, большое количество всяких идей. Например, можно, конечно же, проводить онлайн-трансляции с мероприятий, особенно если они большие, длительные по времени. И в начале мероприятия дать трансляцию, и, глядишь, к концу мероприятия у вас участников прибавится. Может, кто-то, кто увидит такую увлекательную трансляцию, захочет тут же быстренько прибежать в библиотеку и посмотреть, как это в реале выглядит. Например, с библионочи можно такие трансляции проводить. Можно проводить онлайн-экскурсии по выставке. Для тех, кто не сможет дойти до библиотеки, могут посмотреть онлайн, как это выглядит. Можно интервью с какими-то интересными людьми проводить. Например, пригласить какого-то интересного человека, и он проведет экскурсию по городу. Такой вариант, например, у исторического музея есть. Я нашла их аккаунт в Перископе. Сейчас я вам дам две ссылки. Первая ссылка – это как раз то, что я на слайде вывела. Это, например, их трансляция. У них не так много, но они очень часто об этом рассказывают, и очень часто дают свои ссылки, поэтому я на них, можно сказать, наткнулась и заинтересовалась, как это выглядит. К сожалению, в библиотеке я видеотрансляции не нашла, либо они сшифрованы, либо не очень рекламируются. К сожалению, не удалось найти. Но вот исторический музей, например, вот так. Вторая ссылка – это они как раз онлайн-экскурсию по площади в Москве рассказали с помощью смартфона. Конечно, там проблемы могут быть со звуком, с изображением. Все-таки смартфон – это не видеокамера. Но, тем не менее, это дает возможность вот такого реального включения, показать, что библиотека – это не просто какие-то сухари, а вот реальные живые люди, которые умеют обращаться с технологиями и показывают, как их можно использовать. Чтобы работать, нужно установить приложение. После этого вы можете заводить свой аккаунт в Перископе и делать уже онлайн-трансляции. Единственное, что необходима реклама на первых парах, чтобы вашу трансляцию увидели, нужно о ней как-то проинформировать читателей. Например, в такое-то время состоится вот такая трансляция. Еще один интересный вариант у зарубежных библиотек. Сейчас очень модно делать истории за кадром, то есть то, что осталось за кадром библиотеки. И делать трансляции, например, как монтируют выставку, как идут репетиции и мероприятия. Ну вот то, что не увидишь в обычной жизни библиотеки, можно снять и показать, читатели заинтересуются. Ну это тоже такая своеобразная реклама, завлекалочка на мероприятиях. У Перископа раньше удалялись трансляции в течение какого-то определенного времени. Сейчас можно их сохранить себе или в сервисе оставить, или себе на мобильное устройство сохранить. Вот исторический музей свои трансляции какие-то вывел и у себя на сайте публикует. Можно таким образом тоже сохранить все на памяти. Ну и наконец, совсем короткой строкой, расскажу еще о том, что можно использовать разные мобильные устройства для создания цифровых историй. Это, как правило, публикации на основе фотографий. Они или озвучены, или с текстовыми комментариями. И опять-таки сделано это с помощью смартфона. Несколько приложений для этого. Вот, например, интересное, что мне нравится, Voice Read. Приложение для создания цифровых историй с озвучкой. Вы загружаете какие-то фотографии, иллюстрации, а к ним прикрепляете озвученные фрагменты. Вот таким образом выглядит, например, наша озвучка. У этого приложения есть мобильная версия, а есть и веб-версия. Вы можете на компьютере то же самое сделать. Чем интересен этот сервис? Здесь можно подключать других участников. Вы не сами можете комментировать фотографии, а подключить еще других участников, у которых есть тоже такие приложения, или кто зарегистрирован в этом сервисе. И они могут включаться и тоже участвовать в обсуждении. Вы можете, например, устроить дискуссию по какой-то теме, по выставке, или обсудить работы какие-то. Вот мы, например, взяли рисунки наших участников детей, озвучили, и получилась у нас сказка про Мушкин кораблик. Я вам ссылочку дала. А вообще здесь, если есть приложение, то в нем еще и рисовать можно. Можно по ходу поверх картинки рисовать какие-то стрелочки, какие-то указательные элементы. Ну, для того, чтобы более подробно и интересно о чем-то рассказывать. Хороший сервис и для коллективной работы тоже отлично подходит. Еще один вариант для мобильных устройств. Он в веб-версии уже нет, это только для мобильников, но для любых. Для андроидов и для айфонов. Называется вот Stellar. Только-только набирает популярность. За границей уже давно используется, у нас не очень часто. Мне понравилось тем, что очень необычный результат получается. Здесь можно создать фотокнигу на основе фотографий, не более 20, правда, можно взять, но зато использовать разные шаблончики, и у вас получится очень красивый вариант с цитатами, с красиво оформленным текстом. Любую картинку вы можете вставить в макет, добавить какие-то интересные эффекты, и у вас получится вот такая интересная фотокнига. Я вам ссылку дала на фотокнигу о Москве, например. Там снежок идет где-то на заднем плане, красиво оформленные тексты, цитаты. Это не озвученная, она текстовая книга, но очень интересный результат. И делается на смартфоне буквально за несколько минут. Может и конкурс таких фотоисторий устроить, например, с читателями. Задать тему, а затем они будут вот такими историями делиться. Да, фотокнига родного края. Здорово как раз. Тем более, что мобильные устройства сейчас уже чаще в руках оказываются, чем доступ к компьютеру. Поэтому я думаю, это какой-то отзыв найдет в сердцах читателей, слушателей. Еще один вариант для создания фотоисторий – Adobe Spark. Он создает не только фотоистории, не только с картинками работает, но и работает с видео. Я вам вот, например, дала пример видео, созданного на мобильном устройстве, на планшете. Оно, правда, на английском языке, но там, в принципе, понятно, в этом смысл. Вот такие небольшие видеоролики на основе фотографии, плюс добавить немножко мультяшности, каких-то шаблонов прямо из самого сервиса. И получатся вот такие интересные видеоработы. Мне сервис понравился, я заинтересовалась. Может быть, в будущем что-то попробую в нем сделать. Вообще, у него есть не только мобильная версия. Мобильная, в основном, ну, к сожалению, только для iOS, для Apple-овской техники. А вообще, он есть еще веб-версии. Если у вас нету iPhone или iPad, то можно просто на компьютере попробовать что-то интересненькое сделать, порадовать своих читателей. А что касается фотографий, он работает с фотографиями тоже, тоже добавляет различные тексты, фотоэффекты, другие варианты оформления. Здесь они в виде, правда, не фотокниги, но зато в виде готовых постов для социальных сетей. Вы можете под любой формат. Под, например, Facebook, под Twitter, не под Twitter, под Instagram, под YouTube. Любые обложки, картинки красивые делать прямо в мобильном устройстве. За несколько минут. Готовы шаблоны, большая библиотека и большое количество разных фотофильтров. Ну и в заключении. Об этом сервисе я уже расскажу более подробно на одном из следующих вебинаров. Это сервис «Объясняшки». Для создания видео. Вы наверняка слышали о нем, и о нем много говорят, используют. Сейчас этот сервис стал бесплатным. Он, к сожалению, только для счастливых обладателей iPad'ов. Он позволяет создавать рисованное видео. Единственное, что нужно немножко уметь рисовать, чтобы что-то на нем интересное создать. Ну вот пример видеоролика я вам отправила. Можете посмотреть, как это выглядит. Вы это мобильное устройство скачиваете на iPad, затем придумываете текст, озвучиваете его, и каждому такому смысловому фрагменту рисуете какую-то картинку. Сервис достаточно умный, он очень быстро все это друг к другу монтирует, все вместе синхронизирует, и на выходе получится интересный рисованный видеоролик. Называется это «Рисованная техника скрайбинг». Я чуть подробнее целый вебинар буду посвящать этому, этой технике рисования и технике создания видео. Если вам интересно, то приходите, я уже более подробно об «Объясняшках» там расскажу. А пока вот ссылка на пример и, конечно, презентации. Все ссылки, они все активны. Вы после мероприятия и прямо сейчас можете скачать готовую презентацию и ее использовать в работе. Последняя ссылка, которую я вам даю, это ссылка на интересный учебный ресурс. Называется «23 дела с мобильным». Когда-то в 2014 году придумали вместе с Еленой Ястребцевой, вернее, Елена Ястребцева придумала, а вы помогли ей в работе. Это учебный курс для тех, кто работает с мобильными устройствами. Вот так оно называется. «23 дела с мобильным». Я, конечно, весь этот курс не смогла вам за час рассказать, но там есть очень много интересных идей, хороших ссылок. Вы, пожалуйста, приходите, смотрите. Материалы до сих пор актуальны. Если будете использовать в работе, я буду просто рада. Спасибо за внимание. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я минутку подожду. Где можно записаться на ваш вебинар? На портале Директ Академия в списке всех вебинаров и треков. Вы можете в разделе «Треки» меня найти, и там все списки всех вебинаров, которые у меня останутся до июня месяца. Там можете записаться на любой, на какой хотите. А следующий у нас будет по литературной инфографике. Будем учиться рисовать инфографику с помощью онлайн. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Приходите. Уважаемые коллеги, я вот в чате привел ссылку на нашу страницу, где вы можете посмотреть все вебинары Марины и записаться на те вебинары, которые вам интересны. Это страница треков, и там, ну, не на самом верху, найдете, я надеюсь, эту нужную вам запись. Я хотел бы, как всегда, поблагодарить Марину за прекрасный вебинар. Я смотрю, всем он понравился. Так что приходите на другие вебинары Марины. Марина раз в месяц у нас проводит вебинары, и вплоть до июня месяца у нас по всем месяцам темы расписаны. Можете записаться сразу на все эти темы. Так, я вот вижу вебинар ко мне. Так, по поводу сертификатов, сейчас лично отвечу туда же в чат, что делать, если сертификаты не приходят. Ну, или давайте сюда отвечу. У меня уже для этого есть специальный текст, который я для вас всегда распространяю. Он такой, не то чтобы очень длинный, но вот почитайте его. Сейчас в чат его направлю. Вот он. Вот поступайте в соответствии с вот этим вот текстом, пожалуйста, если по какой-то причине что-то не приходит. Всем спасибо. На этом наша вебинарная неделя завершена. Спасибо вам за внимание. Приходите на наши новые вебинары на нашей следующей неделе. Всего хорошего. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...